привет друзья через два дня новый год вот или через три короче мы с друзьями выехали на веселовского до хранилища отдохнуть встретить новый год вернее проводить старый получается ну и заодно половить попытаться половить щуку сейчас просто стоял лед и было резкое потепление вот когда такое случается бывает выход щуки вот ну посмотрим что с этого получится вроде бы должна ловиться погода ужасно синоптики как всегда подвели буду ловить на неогруженную резину вот я зарядил себе палочки вот зарядил вот такую за mix ultimate до 52 граммов буду ей воблерами ловить катушка оверлорд мной мой многостандальный который я чинил там на который мне прислали китайцы запчасти короче вот такой комплект и буду ловить тоже за миксом риксаром вот таким вот такой катушечкой на которую недавно снимал видео это пэн фантом короче спиннинга 32 граммов ну кастинг точнее я буду ловить на неогруженную резину ну или немножко огруженную зависимости от условий поищу похожу по глубине джиговую пищит и холод поищу по глубине джиговую постараюсь найти и если не будет джиговую по пру по траве по свалам короче буду искать смотреть что как ну и время от времени включаться позже ко мне должен подсоединиться присоединиться мой товарищ алексей вот поедем буду дальше ловить с ним ну а пока половлю сам что из этого выходит посмотрим далее погнали ну что джиговой щуки не нашлось точнее была одна очень очень хорошая щука стояла я не знаю снял след момент по моему камера не работала она подошла к лодке очень крупная и выхолот увидел включил panoptics видел как она подошла посмотрела и ушла крутился крутился пытался ее поймать ну короче результатов это не дало никаких походила еще раз сильный ветер поднялся волна короче поехал я вот шарится по мелякам смотреть что здесь посмотрим что здесь вот такая палочка у меня короткой ручкой кто знает что я люблю twitch с короткими ручками чтобы она не мешала офигенный комплектик получился я настолько рад просто капец у меня и вот этот ультимейт и рексара не обе палки есть в спиннинговом исполнении а это я взял кастинговым принципе разницы никакой нет на самом деле чем ловить спингом кастингом ну кастингом просто мне сейчас на данном этапе по прикольно по приколу половить надеюсь там не задувает сильно ветер кастинга можно вот так легко бросать одной рукой и выматываться можно одной рукой и проводку можно одной рукой делать и далее нельзя только одной рукой если рыба клюнет доставать это я еще не пробовал просто может быть такая неспешная проводочка ну что ж ты красавица ты мне очень нравишься вот такая прелесть вот такая прелесть облавливаю веером сначала вокруг лодки поблизости чтобы от и видели поклёвка какая рыба была ай-яй-яй-яй-яй я надеюсь вы это видели ну рыба не такая уж крупная как показалось первого раза но догнала второй раз промахнулась дала свечку и второй раз догнал вот такая полторашечка может чуть больше данная на килополтора не очень крупная это наверное кило 200 вот такая догнала со всего хода как в стекла зубы все на месте кстати у рыбы рыба вся в пиявках посмотрите вся в пиявках забыл о чем рассказывал вот короче вот так кастингом легонечко бросаю а как я пролавливаю к рассказывал вот так вот сначала вокруг лодки на коротке веером пролавливаю вот так рука не работает отнялась у меня на коротке пролавливаю сначала поблизости чтобы вдруг стоит рядом крупная щука если взять издалека клюнуть далеко кинуть и там возьмет мелкая щука а рядом стояла возле лодки крупная чтобы не спугнуть ее сначала пролавливаю вокруг лодки на коротке но потом уже дальше ловлю на дальних дистанциях вот такая концепция называется веерный облов что за воблер не спрашивайте товарищ ждал сказал никому не говорить кто угадает тот угадает ну это он переделаны там глобально переделаны под наш водоем под наши условия ловли под заточен там по-хитрому чтобы медленно тонул чтобы тонул потихоньку но совсем совсем медленно но и при этом шел под верхом под самым вот так что посмотрим что дальше будет буду сейчас папа поклевка 5 ах ты опять давай давай добирай не захотела добирать буду потихонечку уходить по местности вот так вслепую просто пролавливать весь водоем вот такая концепция ой надо было кинуть туда же где-то была поклевка чё-то я притормозил малеха была поклевка нужно было в то место и бросать хорошая смотрите ребят это уже получше это уже получше рыбка опа ну чё сильных поклевок нету ну как бы таких явных рьяных но иногда рыбка поклёвывает ну удары не бешеные такие чтоб прям бывает лупит мама не горюй подходят к лодке некоторые но не клюют тучи то приходят то отходят то солнце то то тучи вот погода меняется просто капец то ветер подымается бешеный начинаю чуть-чуть подальше кидать от лодки еще одна краса . по-моему я одну и ту же по кругу гоняю а вот такая вот такая рыбка ну что после ремонта мульт стал совсем неплох прям прям я доволен по воблер очкам я им прям доволен пробовал и мне огруженную резину бросать но такое себе можно но такое себе но эти совсем легонькую конечно из какие-то рывки когда сматывается плетенка до сих пор не пойму от чего они как-то вот немножко рывками работает вот а так в целом катуха я довольна по 5 поклевка с того же места где было до этого видать или окунь бьет или к это не крупная щука не может не влазит в рот ей может наколотая уже сейчас еще раз туда кину попробую помедленнее проводку сделать может засечется ну пока безрезультатно так еще забросик здесь и буду перемещаться дальше перестала клевать можно попробовать сменить приманку а можно попробовать замедлить проводку ну надо перемещаться вот ребята смотрите приехал лёха теперь рыба не ловится из-за него вот смотрите мульты сильно бороды делают а вот лёха приехал кружок кройки житья называется а кромео делает из плетенки узорная красивая цветной получается лёха он всегда легких путей не ищет вот шаришь время ловить смотрите какой красавчик лёха говорит показывай меня я весьма дикой красавчик он ведь ты не туда показываешь лёха тоже красавчик он идет коптилку у меня рука парализована у лёхи на лёха ахиллес так как ему отрезали апried окунь идет коптилку вот вот для примера вот она щучка сейчас мы по ней выставимся и вот тоже что-то непонятное похоже на щуку будем останавливаться сейчас и про бросывать возле ляляляля для какая идет для для ciudadhal к метрово я вот она вот она галяляля я had호 до тамобота пошла 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 пропавел пошла 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 давай давай дорогая не работает пацаны паралимпийская сборная деле короче нашел щуку смотрите вот и стоял несколько штук вот так выглядит крупная щука по ноптиксе четко подал приманочку сейчас я вам покажу скриншот попозже выхолоте ну и четко прям бум бабах есть сколько там лишь ну семерочка надо районе эти с половиной все-таки 6 может быть до 6 килограмм но все равно хорошая мамка а сейчас я отфоткаемся а по 2 приехала кто молодец да кто на точку выставил йокарды балет давай лёха доставай короче ребята такая история пока я ту свою обуздал легкий говорю он туда кидай там еще чётенько припарковал далеко давай лёха нет перчатки вот лежат бери вот духе духе вот так операция операция кооперация не лёха все-таки меньше ну тоже хорошая чего там говорить пятерочка точно какие ваши ощущения я не дает а там окунь а там окунь сопротивление вообще минимальнейше штук до рыбок кстати пассивненько конечно идет у тебя с поклёкой было у меня это тоже лукнуло хорошо духа просто не умеет еще не привык большим рыбам поэтому я не получается с первого раза я выбраться не хочу получать раза взять и ребята вы не думаете что щука там небольшая подсак метр шириной вот посмотрите она может камера так настроена но подсак шириной 90 сантиметров точнее вот она смотрите вот под этот примерно на ширину подсака рыбка где-то 90 сантиметров плюс-минус ну хорошая хорошая рыбузька ну чё там сейчас фото будем фоткать лёху ладно блин вот рома молодец да шарит выхать на самом деле поймать тоже надо уметь рыбку ты понял главный секрет лёх сложить подсак как тебе за микс ну реально татьянула и как окуня собрать или не 0,3 десятых было хотя побольше резиночка и меньшим размером волю видел чем не комментариях пишут со своими паноптик сами по вылавливаете всю рыбу где-то я еще одну видел тут выставил пацанов на рыбу говорю он смотрите пошла 21 метр этот козел я не успел кинуть он взял её и поймал чётенько туда куда куда кидать чемпионы россии ёкарный балет хорошую взяли я не знаю лёха опять же у него там опять окунь ну прошло у него весил сильно больше за 5 килограмм лёха ну сторону отойди не мешай снимать не мешаете снимать кино ухты фрикцион ловлю правда ромки на этой палкой шнурочек вот так рука как тебе палка за микс как пойдет я больше за шнур переживаю на шнур там душка ты чё прикалываешь двушка ты чё опа бля ну пацаны ну гляньте алёшка порит блин я его больше с собой не возьму вот так всегда показываю он там щука он и взял ее пусть сам занимается теперь всю занимайтесь алексей ну увидели сказал он туда пошла 11 метров нет я туда показал глянь вот это да да тут и вот глянь еще и вот еще ну вот непонятно что то я прям четко смотрю подошли две штуки и бросаю одна поднимается пошла пошла к приманке опачки тетенько было видно тетенько еще там одна бляха муха давай 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 блядь черчатка замоталась ну не орхида здоровая но тоже приятно мелочи приятно душечка да давай делаем ставки на вес тоже честно я сказал скакила 802 ну давай мне будет кило 802 а у тебя до кило 700 до ну давай а с грузиком или без блин по моему лёха тут и полтора да не для нее хвост от кто-то отъел все ли что ли это не бывает заедает нажми по 3 2 держи джигану так сказать 2 400 у него все что-то найдешь да нет реально есть такой ну давай пробу еще раз я вот рукой держу вижу ну 2400 я тебе сказал что двушка вот она куда делась вот она вот к ней приманочка моя идет вот она щука вот к ним подходит мы но разминулись блин хвост перекрутился она идет за ней блин ох идет какая блин вот она вот она подошла подошла смотрите вот она щука подошла блин а у меня приманка перекрученная стоит прям под лодкой все развернулась ушла на приманку быстро поправить бляха муха лёха прям подошла четко к лодке короче неплохое завершение дня половили кайфанули далеко джиговая щука сегодня конечно вообще принесла удовольствие правда на уваживание она была такая слабенькая но все равно все равно прикольно ловили искали по эхолоту выставлялись каждую рыбину ловили в лицо индивидуально исключительно целенаправленно да исключительно целенаправленно как каждую видели каждую подсачивали все было четко короче вы знаете рука не работает у меня правда у меня рука отнимела короче подписывайтесь на канал ставьте лайки доставьте лайки нажимайте на колокольчик жмите там бейте бубик всем хорошей воды пока пока